Всем привет, это ZERO ART PROJECT, меня зовут Михаил. И сегодня открываем новую рубрику на моём YouTube-канале. Она называется «ЧСВ Фидбэк». Будем давать фидбэк разным популярным артистам, рассматривать их работы, анализировать и понимать, как можно применить все эти крутые фишки к своим работам. Первым моим подопечным станет Марко Плуфи из Chaos Massons. Ну, посмотрю, что из этого выйдет. Всем приятного просмотра, поехали! И я думаю, практически все знакомы с этим крутейшим 3D-художником. Сегодня мы разберём его серию работ Insectoids, то есть насекомые. Каждый из этих персонажей был вдохновлён одним из насекомых. И мы их проанализируем, попробуем вычленить, что можно полезного взять из работы этого крутейшего артиста. Давайте прыгнем в Photoshop. Я закинул сюда сразу вот эти вот все 4 работы. И попытаемся проанализировать. Начнём с силуэта. Силуэт — это важнейшая часть при построении персонажа, как в 2D, так и в 3D. Каждый из этих, как я уже говорил, персонажей вдохновлён одним из насекомых. То есть первый — это была оса. Здесь одна из ключевых историй этого сюжета. Это его узкая зужженная талия. Треугольные формы. То есть видно, что он такой довольно-таки боевой, довольно быстрый, не тяжёлый. Второй персонаж вдохновлён каким-то одним из, я так предполагаю, жуков каких-то. Массивный силуэт, такой статичный. Как будто бы он весит, не знаю, тонн 10. Мощный мужичок. Следующий был вдохновлён комаром. По нему тоже идеально это читается. Особенно его вот эти вот узкие формы, протяжённые. Везде это проходит, как руки, ноги. Они максимально тонкие, как у комара. Силуэт идеально считывается. Сразу по персонажу видно, какой он лёгкий, быстрый, летучий, прыгучий. И даже какая-то вот немного мерзость, противность чувствуется. От него он немножко неприятен. Потому что он действительно напоминает какое-то вот такое жужжащее, но духом насекомое. Последний персонаж это девушка, вдохновлённая богомолом. Этого персонажа Марка делал на стримах на Твиче, на Ютубе есть записи этих стримов. Очень полезно, советую всем к просмотру. И опять же, этот персонаж тонкий, прыгучий. Чувствуется сразу его лёгкость, его мягкость, форм, силуэт интересный. Обратим внимание на комплексность этих персонажей. Их силуэт очень разнообразный. Здесь много всяких выступающих частей. Комплексные формы, сложные, интересные. То есть эти персонажи первого плана. То есть если они делались бы для игры, они были бы игровыми. Это не какие-то второстепенные NPC. Сразу видно, что это главный герой. Также я сделал несколько скриншотов со стримов по разработке этого персонажа. Ссылочку оставлю в описании. Где можно взглянуть на силуэт под прямым углом. Что очень полезно и интересно. Весь силуэт, в принципе, можно разложить его на простые формы. И они очень наглядны. Здесь такая тонкая талия. Здесь идет сужение. Прям вот женские такие бедра округлые. Перепады в форме. Очень интересный силуэт. То есть не сделаны просто вот такая вот линия. Нет, здесь переход. Вот так. Здесь угол, здесь угол, здесь угол. Он ищет вот эти вот точки напряжения. Вот эти все. Они показаны. И они разнообразят силуэт и делают персонажей интереснее, живее. То же самое я стараюсь повторять на собственных персонажах. Каждую вот эту вот точку напряжения стараемся найти. Сделать здесь угол. Как-то показать ее, разнообразить силуэт. Не делать просто рука есть рука. Вот такой цилиндрический подход. Он был хорош вот как раз на этом комаре. Но опять же, здесь тоже есть перепады форм. Здесь есть какие-то интересные вот решения. Здесь это больше вписывалось в саму концепцию персонажа. Он должен быть такой упрощенный в плане вот цилиндрический продолговатый форм. Но даже здесь вот силуэт разноображен различными вот элементами. Что делает его интереснее, более комплексным. Еще полезнейшее изображение. Взято также со стрима. Где Марко показал сбоку персонажа. Интереснейшее движение формы. Опять же, всегда, когда строю своих персонажей, стараюсь задумываться об этом. Когда мы начинаем задумываться о всех этих линиях, тогда мы можем их подчеркнуть в своем персонаже. Если просто так делать, не включая голову, конечно, про это все забывается. Интереснейшая линия персонажа. Он не стоит просто прямо. Все эти линии, они разнообразуют силуэт. Но и также главное сделать, чтобы персонаж стоял устойчиво. И здесь как раз вот эти вот ноги, они идут сначала назад, потом вперед. И оно уравновешивает общую форму персонажа. То есть он стоит ровно, довольно-таки устойчиво. Это считывается. Здесь вот тоже интересное решение насчет бедер. Вот они отклонены назад, вот таким вот образом. Такая форма. Тоже интересно выглядит. Можно подчеркнуть для своих персонажей. Но это больше для женской анатомии подходит. Видно, как Марко филигранно обращается с анатомией. Насколько он глубоко ее знает, чувствует. И к этому нужно стремиться. Опять же, никогда не забываем про силуэт. О чем я и говорю. Как сбоку, так и во фронтальной проекции. Часть вторая. Это у нас материалы и слои. Посмотрим чуть ближе каждого из персонажей. Марко очень любит разбивать материалы по цветам. То есть если это железо здесь, то оно везде желтое. Если это ткань, то она везде черная. И вот есть еще небольшие вставки тоже темного металла. Но уже это другой материал. Очень интересно. Опять же, можно взглянуть вот на этом скетче. Потому что здесь еще вот все в таком легком динамеши. И уже на этой стадии работы он разбил всего персонажа по материалу. То есть по цветам, которые в последующем будут отличаться и по материалу. Очень полезно при работе на такой ранней стадии действительно вот разбить так персонажей. Я тоже очень часто, даже вот на этапе более еще грубого скетча, стараюсь накидать цветовые решения. Это крайне полезно. Рассмотрим вот эти вот материалы. Допустим, зеленое здесь это вот тот же металл. Черное это ткань. Серое это металлические какие-то сочленения. Такие небольшое количество. Опять же, вот соотношение этих материалов. Зеленого больше всего. На втором месте идет вот черный, то есть ткани. Потом идут оранжевый. Это такие кибермышцы. Вот пальцы он решил тоже добавить оранжевый. В принципе, правильное решение, интересное. И вот эти клинки. И самые мелкие это уже вот эти вот серенькие части. Видите, чисто вот металлические какие-то вот вставочки. Они дополняющие такой материал, небольшой оцентный. И последним материалом можно называть вот это вот эмиссив части, которые светятся. Если взглянуть на персонажа, то вот эти вот материалы, они чередуются. Есть некоторое такое правило в дизайне. О чередовании. Оно подходит как и для детализации, так и для материалов, и еще для многих-многих вещей в дизайне. Посмотрим, вот где у нас находятся эти зеленые части. Здесь, потом пропуск. Здесь, пропуск. Здесь, пропуск и здесь. То есть, опять же, вот это чередование. Здесь, 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 здесь. Здесь отдых. Здесь отдых. Здесь отдых. Также по количеству деталей обычно вот работают. Допустим, сосредоточение деталей у нас идет на голове. Здесь на шее полегче. Здесь какие-то детальки. Здесь вообще гигантская зона отдыха. Потом здесь детали. Здесь зона отдыха. И последние детали вот на стопах. Такой подход помогает сбалансировать количество деталей, не перегрузить свою модель. Сделать ее более такой понятной, читаемой глазу. Вот если взглянуть на финальную работу, именно это и произошло. Здесь шлем детальный, шея чуть полегче. Здесь тоже акцент на детали. Вот на этот элемент идет. Здесь полнейшая зона отдыха. Здесь опять детали. Опять зона отдыха. И немножечко деталей. Взгляните на размеры этих областей. Смотрите, они довольно контрастны. Что я имею в виду? То есть, если бы была вот такая зона деталей, вот такая же зона отдыха, такая же зона деталей, такая же зона отдыха. Допустим, вот все эти элементы одинаковые по размеру. Это скучно. Глаз сразу будет опять же теряться, 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 потому что эти зоны одинаковые по размеру. Что происходит здесь? Здесь все зоны, они контрастны друг к другу. То есть, они имеют различный размер. И наш глаз легче цепляется. Вот здесь вообще гигантская зона отдыха. Здесь большая. Вот эти элементы, они тоже различны по своему размеру. И наш глаз лучше считывает этот паттерн. Опять же, стараемся использовать это в собственных работах. Это можно проследить на всех его работах. Опять же, вот детали. Отдых. Детали. Отдых. Детали. Вот здесь большая зона деталей. Чуть отдых. И опять детали. Опять же, вот эти зоны, они различны по размеру. Это происходит не только из-за самой формы модели. Происходит, я думаю, намеренно. Можно было, допустим, здесь делать многие вот такие детали. Потом опять отдых. Потом опять детали. Но скучно. Стараемся разноображивать эти размеры, соотношения друг между другом. Тогда смотрится динамичнее и интереснее. То есть, динамику персонажа можно придать не только за счет силуэта, не только за счет позы, но еще и вот такие моменты в детализации, в разбиении на материалы. Они тоже работают над динамикой персонажа. Тоже не забываем. Ну, посмотрим вот здесь, допустим. Здесь сделано немножко иначе. Здесь вот такая гигантская область деталей. Небольшие зоны отдыха. И опять большая зона деталей. Здесь, наоборот, инверсивно сделано. Здесь очень детализировано и зон отдыха куда меньше. И тоже вот контраст между вот этой гигантской областью и вот этими вот небольшими областями. Он тоже играет свою роль. Из-за этого персонаж такой массивный. Опять же, вот эта вот гигантская зона, она это делает его массивным. Делает его таким статичным, тяжелым. На это тоже обращаем внимание. Вот этот персонаж, он более такой... Это более ранняя работа. Она клевая, но она менее продуманная, мне кажется. Она более немножко наляпистая, мне кажется, но в целом тоже неплохая. Так, перейдем дальше. Следующий шаг – это работа с цветом. У Марка немного нестандартный подход к выбору цвета для персонажей. Обычная наша цветовая палитра. Есть несколько вот таких широко известных правил, как выбираются цвета. Я думаю, все вы знаете, но давайте немножко пройдемся. Есть несколько способов. Первый – это комплементарные цвета. То есть, допустим, мы хотим взять зеленый, какой находится напротив – это фиолетовый. То есть, они будут хорошо сочетаться. Берем, допустим, броню делаем зеленый, мышцы делаем фиолетовыми, например. И какой-нибудь еще там акцентный цвет, допустим, вот так. Есть правило триады. Это такой вот равносторонний треугольник. Берем вот эти цвета и сочетаем. Что делает Марк? Он использует не совсем такие истории. В принципе, он использует триаду, только использует из нее два цвета. Допустим, возьмем мы вот этого вот персонажа сбоку. Что здесь используется? Зеленый цвет. Вот примерно такой. И вот наш треугольник был бы вот таким зеленый, вот какой-то красно-оранжевый и вот фиолетовый. Но фиолетовый вы здесь не увидите. Он использует чаще всего вот именно вот эти два цвета из треугольника. То же самое можно проследить на остальных моделях. Но здесь только исключительно синий, здесь вот желтый, здесь вот зеленый и красный. Опять же, вот красный и зеленый, они вот в этом треугольнике находятся на одной стороне. И акцентные цвета тоже обычно вот это один из вот этих вот. Один из этих. Он не берет третий цвет. В этих работах он сочетает вот эти вот два цвета с именно черным. Это более простой цвет. Он как раз служит вот для этих зон отдыха, чтобы отделить вот эти разнообразные материалы. И в принципе это интересное, хорошее решение для также успокоения нашего взгляда. Иначе, если бы вот эта ткань была какая-то фиолетовая, допустим, вот давайте покрасим ее фиолетовым. Это уже похоже на евангелион какой-то, я не знаю. Это становится более мультяшным. То есть черный преодолеет реалистичности такой. То есть наш глаз отдыхает в этих черных областях. Фиолетовый, он тоже довольно-таки, ну такой цепляющий цвет. Это было бы лишним, и глаз не мог бы сфокусироваться, даже несмотря на то, что вот эта зона отдыха была бы с меньшим количеством деталей. Но все равно решение сделать цвет черным для полного отдыха нашего взгляда, это правильное решение. То же самое он повторяет на всех персонажах. Эти все персонажи, они читаются как единая коллекция, чего он и пытался добиться. Но почему они так читаются? Во-первых, из-за одинаковости разбиения материала, что везде здесь ткань черная. Там окей, мышцы вот здесь они оранжевые. Но это не дает какой-то сильной различности. Это все в рамках примерно одного стиля. Все эти мышцы, они выглядят одинаково. Опять же, они такие с сеточкой, они все примерно одинаковые формы. Следующая часть это повторяющиеся элементы, которые опять же помогают связать эти образы воедино. Рассматриваем первого персонажа. Здесь, как вы могли заметить, ключевым элементом является треугольник. Треугольник здесь просто везде. Наплечники треугольные. Вот здесь треугольная форма. Ну практически. Вот здесь треугольная. У него там колени треугольные. Просто если полный рост его взять. Везде читается вот этот острый угол. Острый треугольник. Вот здесь костяшки треугольные. Вот эта часть тоже она треугольная. Здесь просто в перспективе вот так не очень хорошо видно. Но опять же, здесь везде-везде треугольники. Хорошо. Вот здесь персонаж весь построен на цилиндрах. Вот весь на цилиндрах. Вот здесь полуцилиндр. Вот здесь цилиндр, цилиндр, цилиндр. Везде эти формы повторяются. Они связывают персонажа. вот верхнюю часть нижней части потому что он весь наполнен этой формой он по сути является этой формой и она его характеризует из этого персонажа выглядит целостно если бы допустим мы разрабатываем этого персонажа здесь нам понравились цилиндры вот мы тут их на втыкали втыкали на внизу почему-то вот решили все треугольниками сделать здесь треугольные там наколенники какие-то треугольные вот здесь треугольные пальцы треугольные сделать и забыли мы здесь про цилиндры вот все треугольное будет ощущение как будто бы ноги взяли для этого персонажа прилепили сюда и как будто бы вот ну даже на нашем подсознании считывается что что-то не так здесь все формы такие округлые мягкие такие прям приятные взгляды ты не чувствуешь что прошу них порезаться то есть если начал так делать ты продолжаешь делать то же самое по всей модели когда она читается как единый образ и все это можно проследить и вот здесь и вот здесь 10 это тоже цилиндры продолговатые такие вот модель если взять базовый блокинг то заблочить его можно за пять минут потому что этот цилиндр 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 готов вот они все одинаково то есть везде у него читается это вот форму форма вот этого продолговатого цилиндра то здесь здесь чуть менее очевидно какая здесь базовая форма но опять же персонаж связан вот этими кружочками везде они везде повторяются что вот на ногах что вот здесь здесь нет такой прям супер очевидной формы но опять же скорее всего здесь можно связать вот этими вот лезвиями они вот здесь дублируются вот здесь на коленях мы просто на позе это не так сейчас читается вот здесь вот здесь вот здесь я думаю что вот это более такая связующая форма здесь нет ничего чего-то прям такого очевидного не обязательно должна быть прямо такая очевидная форма как здесь или здесь персонаж по по всему его образу он примерно в одинаковых формах примерно одинаковая жесткость грани одинаковые закруглений поэтому тоже это все целостно смотрится разберем такой принцип как симметрия вот здесь единственное наверное до чего я могу докопаться это то что работы марка идеально симметричны вот именно вот эта серия они идеально симметричны единственное вот немного по позе поза вот разноображивает их симметрию возьмем этого персонажа вам практически идеально симметричный прочертим линию пополам отзеркалим его и он будет одинаков симметрия это конечно хорошо но интересно когда персонаж немного разнообразен разнообразие вносит какую-то живость динамику опять же это тоже играет чаще в плюс персонажу чем минус здесь единственное вот асимметрия приходит в в позе можно с этим бороться да при помощи чисто позирования вот здесь персонаж вот так стоит идеально одна нога перекрывает другую здесь лезвие чуть так здесь так и уже не так глаз это бросается вот здесь персонаж стоит в три четверти и здесь вообще это в глаз не бросается это ломает симметрию это хорошо а вот здесь персонаж он просто как вот реально пополам раздели от симметрии картинку будет то же самое вот этот персонаж у него было несколько рендеров то есть более старые новые старые мне нравится даже больше здесь тоже он идеально симметричный и это немножко скучновато если бы марка добавил немножко асимметрии допустим вот эти лезвия допустим они были бы большие эти чуть поменьше или там что-то еще наплечник допустим с одной стороны но это бы сделал персонажа более таким интересным асимметрия клёвая штука стараемся не забывать про неё и чуть делаем какое-то разнообразие вносим динамику опять же следующее о чем мы поговорим это точка фокуса опять же возможно я немного придираюсь но точка фокуса есть только у этого персонажа из серии куда впервые падает ваш взгляд когда вы видите этого персонажа вот допустим мой взгляд сразу падает сюда потом он поднимается вверх на шлем дальше он спускается вот сюда и я уже осматриваю вот всю область персонажа в принципе здесь сделано неплохо но здесь она работает чисто из-за эмиссив из-за света вот это самая яркая точка персонажа и сразу она притягивает взгляд дальше поднимаешься к шлему и так далее рассматриваешь уже персонажа вот сверху вниз здесь сделано в принципе это неплохо куда смотреть сюда число мне непонятно взгляд цепляется не за не за шлем вот за эти штучки они ярче они больше вот эмиссив сразу бьет по глазам ты смотришь сюда смотришь сюда потом смотришь допустим на пальцы ног смотришь сюда и потом лишь ты видишь а у этого персонажа еще есть голова и тело есть вау не знаю какого эффекта старался добиться марка возможно так такое решение было принципе потому что вот это более интересная часть она более детальная принципе ты хочешь на нее смотреть но чаще всего желательно привлекать внимание персонажа вот к верхней его части в первую очередь вот к этой области там грудь и лицо дальше чтобы взгляд уже опускался сюда примерно такая логика если посмотреть вот на следующих персонажей здесь тоже окей взгляд прилипает сюда чисто из-за эмиссии из-за свечения в глазах но она не такая яркая и в целом ты смотришь вот на эту всю область в принципе это тоже неплохо но какого-то явного акцента здесь нет и вот из-за этих вот свечений взгляд туда сюда немножечко прыгает и это немножко сбивает если честно я бы убрал вот эту эмиссию не стал бы оставить тогда вот взгляд был бы точно сфокусирован вот на этой области это было бы хорошо мне кажется вот эта эмиссия она лишняя на руках что по этому персонажу опять же здесь эмиссия на мечах мне кажется портит персонажа потому что ты не понимаешь куда смотреть ты впервые смотришь на мечи потом поднимаешься наверх голове потом опять вниз и взгляд немного мечется то есть я не знаю как это можно переработать но вот допустим я бы сделал другого цвета глаз вот допустим какой цвет находится напротив желтого в этой палитре он против желтого фиолетовый не знаю насчет фиолетового но вот возможно вот подряди можно взять или голубой или вот такой красноватый фиолетовый давайте попробуем взять голубой это бы уже сразу привлекло взгляд потому что голубого цвета нигде нет здесь не голубой здесь сразу когда мы видим какой-то цвет который встречается только в одном месте нас взгляд к нему сразу же прилипает то есть был бы у него голубой это свечение в глазах к нему бы сразу привлекал внимание и дальше бы мы уже сверху вниз рассматривали персонажи я думаю такое решение было бы чуть лучше ну и опять же здесь напротив вот этого синего находится красный я бы ему сделал красные глаза здесь в принципе можно оставить вот тогда свечение желтая глаза я бы ему сделал красные тогда взгляд сразу бы то действительно при прикололся в голове и дальше мы рассматривали бы здесь и уже руки вот так далее вниз взгляд шелк целом все клёво ну вот несколько таких замечаний от меня теперь поговорим о динамике в позе так что касается вот этого персонажа здесь идеальная динамика в позе если посмотреть вот плечи я обычно когда пытаюсь персонажа в позу выставить я стараюсь допустим нарисовать а идеально вот когда плечи наклонены в одну сторону таз немножко в другую сторону то есть противоположно опять что динамика форма у нас получается такая s-образная кривая по центру как по позвоночнику идем и это тоже дает динамик то есть персонаж не стоит столб он динамичен s-образная кривая вот всегда стараемся прийти к чему-то вот такому интересно опять же ноги 1 стоит так она уверенность и здесь вот нога ровно стоит вторая нога как раз вот перекрыта сзади это тоже интересно когда одним элементом перекроем другой сразу объемом считывается руки руки будут просто висят по бокам показывает она сейчас не агрессивно не опасно она просто такая как кокетливо можно так сказать и от руки отведены в сторону опять же это тоже если бы не вот так вот висели плашмя было бы очень скучно так ломается угол появляется вот такая интересная тоже форма здесь есть вторые руки они тоже вот не идут прямиком вот допустим кисть они также ломают форму дают такой вот угол опять же вы его здесь опять же перекрытие вот идет передний слой задний слой тоже интересно опять же дает объем персонажа и тоже самое s-образная кривая да не забываем про нее поза 10 из 10 все очень круто поза вот здесь она как бы эстетично но при этом персонаж повернут три четверти и поэтому он выглядит интересно здесь сама несколько даже поза сколько сам силуэт само построение персонажа но вот такое вот здесь такой вот угол он сам такой как сгорбленный худющий вот эти вот формы они изначально динамичные и поэтому даже вот в такой но не сильно динамичный польза персонаж очень динамичен его суставы вот эти вот разнообразную прям клево здесь даже больше да не поза играет на самом силуэт персонажа насколько он не не банальный но опять же здесь вот плечевой пояс наклонен в одну сторону и таз противоположную клевый персонаж клевая поза здесь но я думаю что марка просто уже было не хотелось его ставить куда динамичную но опять же ему это подходит потому что персонаж массивный персонаж сильный тяжелый ему ему тяжело стать как бы динамичную позу как раз статика подходит для такого персонажа идеально потому что но он должен быть такие вам танку он просто бегемот он стоит и и стоит он молодец идем дальше насчет этого персонажа печально потому что он такой динамичный интересный а здесь стоит просто как болванчик вот здесь явно не хватает какой-нибудь интересной динамичной позы и то что здесь он стоит три четверти ну практически этого недостаточно хотелось бы увидеть динамичную позу этого персонажа вот допустим мой персонаж последний которого я делал можно разобрать все то же самое по позе вот плечевой пояс вот бедра они опять же наклонены в разные стороны из-за этого получается такая немного с-образная кривая на позвоночнике здесь я постарался вот эту вот линию соблюсти больше чтобы от руки вышли стали в одну линию вот здесь такие параллельные получились линии вот здесь руку нужно было немножко сломать силуэт чуть поднять и опять же получилось вот так вот так было бы динамичнее интереснее кисть нужно было поднять вверх вот здесь я немножко сломал угол это хорошо еще постарался сделать так чтобы вот эта нога она быстро вас практически в одну линию с рукой то есть выстраиваю такие вот параллели страсть все подвести под одну линию тоже делайте персонажа более юристичным более динамичным допустим если бы рука наклонена вот так это рука наклонена вот так уже уже непонятно куда смотреть здесь такой угол здесь такой угол здесь секой здесь секой и персонаж уже как-то не несуразно стоит но опять же я не в первый раз получилось выставить такую интересную позу спрашивал фидбэк у своих коллег большое спасибо тоже не подсказали интересную мысль и уже дальше простроил позу персонажа стал мне нравится ну конечно есть всякие замечания кое-что я бы сделал уже лучше но опять же это рост над собой значит следующая работа будет интереснее и сильнее но я думаю заключение сказать несколько слов по рынку освещению здесь не придраться ни к чему мне стоит только стремиться до такого уровня рендер весь этот делался в кейшоте настраивался там просто обработкой фотошопе там лайтрум не знаю где он это делает в целом освещение очень приятно и она дает вот такие интересные блики которые тоже контрастные клевые все персонажи выдержаны в одном стиле в одном примерно уровне освещения задний фон одинаковые и они вот сочетаются и становятся такой единой коллекции и единым проектом это очень клево в рендер прям 10 из 10 здесь он немножко поднастроил материальчики они как будто бы и сорт он все-таки чуть побитые в кейшоте все это делается клево тут нечего сказать это уровень это очень клево целом эти работы просто на 10 из 10 дал какие-то несколько своих замечаний ну конечно не мне учить масонов как как делать 3d модели ну вот такой вот первый выпуск через свой фидбэк если вам понравилось ставьте лайк пишите комментарии также оставляйте комментарии кого мне стоит разобрать в следующем выпуске через свои фидбэка я думаю вам понравилось подписывайтесь на мою группу вконтакте там есть урок по рендеру в андрил энджине если хотите можете его приобрести всем большое спасибо за просмотр скидывайте это видео своим друзьям всем спасибо всем пока спасибо за просмотр субтитры сделал DimaTorzok